так ну что сказать так подожди к нарушает его руки так это надо чакнуть обидно было так ну расскажите кто вы откуда меня зовут рафхат толкибаев из астраханской области понятно и как вы на нас вышли в ю тубе очень много роликов у вас подписчиков вот прямо все уже вся страна весь мир уже знаем о хорошем человеке и что вы там нашли для себя для меня я вот когда вас смотрю мне еще больше веру в бога просыпается мы христиане православные вот последние ролики выставили это в воскресенье вчера у нас было богослужение видели там епископ митрополит нет не видел а тут посмотрите в самом начале написано полное богослужение 2 ролик 2 часа две минуты митрополит у нас служил здесь где я нахожусь в нашей церкви нашими нами хорошо посмотрю ну у нас много роликов 13 тысяч 14 тысяч теперь уже много видео да это много очень много видео и притом разнообразно одесса златоуст полностью библия насчитана по частям вся стоит нами насчитана жития святых вот сейчас выставляю после сергея умершего его ролики беру мы там вместе составляли кое-что проповеди ну и события занятия по скайпу идут в по скайпу можете к нам прийти на занятия я вам скину после беседы а вы церковь ходите нет я мусульманин в мечеть хожу иногда ну и редко бывает понятно знаете я был в церкви когда у меня тести умер мы ходили брали там лампаду поминальные все приспособления понятно вы можете найти ролик как мы во миссионерской поездки были в баку азербайджан и доме муны ночевали и там мы беседуем а потом ходили в мечеть это молился беседа там была с мусульманами у нас очень близкие отношения были знакомства с некоторыми а мы проехали у меня 38 книг из печати вышло от владивостока из барнаула мы в барнауле и до лиссабона то есть от тихо до атлантического океана дошли вот и дальше прошли мы скандинавию прибалтику север я везде дарил свои книги библиотеки 650 городов прошли все это было невиданное путешествие это три года летними месяцами мы ездили прошли 6 мусульманских республик турцию с той стороны прошли черного моря так мы мы беседовали на тему римлянам 623 там такие слова написано возьмите за грех смерть можно увидеть как но и мула стоит здесь жена его все согласились а да действительно так человек согрешивший то другое он умирает умирает и телом духовно я вряд дальше дальше остановилась грот мы мне пришлось как-то беседовать там собрание какое-то было в санкт-петербурге мулы собрались виде моей мамы очень представительное собрание и мне пришлось там с ними беседовать вот но они там вопрос тоже задали мне а я им задал яга кто судить будет горе нам если нас сын марии будет судить агро у нас библии так и написано христос вас сядет на престоле славы и будет судить весь мир и по своему слову который он говорил евангелия тяна 14 28 это непременно так они там некоторые вернулись из хаджи были в мекке в медине и вот у меня 18 том а каждый том это 752 страницы я разбираю полностью весь коран по сурам и аятам сравнивая с библией и что мусульманах было сказано политическими деятельными поэтами за 1300 лет это капитальный такой труд там не нападок ничего нет а просто сравнение вплоть до запятой сколько раз упоминается какое слово что взято из жития святых вот я разговариваю с мусульманами а кто они не знают они совсем не знают коран как наши не знают библию а мы одинаковые но мы это изучаем видим да а у вас барнауле мечети есть есть да есть но тут мэр города собирал каждый год у нас религиозные деятели и туда приходили руководители оттуда я не знаю кто у них имам или кто там евреи сектанты баптисты католики православные то есть мы друг друга так в лицо то знали у нас в барнауле такая хорошая как сказать теплая обстановка у нас нету вражды никакой ни с кем просто мы живем каждый сам себе что знает делать никаких нападок не взрывов не пленения ничего нету по сегодняшний день да ну конечно мы вот проехали да и так далеко и мы же приставка если мы шли в чечне несколько раз были проходили за ирбаджан чтобы с той стороны зайти не один раз и с мусульманами мы очень часто встречались во франции там я не знаю в испании где и у нас не было конфликта ни разу до самого маленького не было если мы молимся смотрим они рядом молятся если они работают на работе где-то дороги делают а мы едем из города выезжаем но вот у мусульман я спрашиваю я вас прошу что самое ценное в исламе я спрашиваю уже десятки мусульман ни один не мог ответить такое ценное что у нас даже нет у православных а это намного выше о чем мы говорим что самое ценное они вот содружество друг за друга заступаемся это проистекает из этого вы берете то что проистекает из того что я хочу сказать а что они назвали я как раз пятикратный намаз молитва обязательно а у нас я говорю вот мы которая отдельная мы семикратно в день это три святое 100 поклонов на 7 раз в день мы становимся не считая утреннее вечернее а у мусульман это считается то есть у нас минимум девять раз становимся на молитву но это мы только и вот если они дорогу делают где-то а мы недалеко останавливаемся расстилаем большую армейскую палатку и начинаем молиться на самом деле 5 человек ездило и мы знаем мусульмане рядом они в обиду нас никогда не дадут они видны молимся и отношения совершенно другое как с людьми вот это и но знают от молитва смиряет потому что мы молимся тому кто выше нас а правда я в ю тубе видел у вас на канале что тысячи поклонах у вас даже положено или было там ну так бывает да но у нас как поклон а то вот я стою должен вот руку пальцы посадить колбу где находится шрева поп правая сторона и левая точно чтоб крест был и вот стою я должен головой коленями и руками коснуться земли это поклон земной а поясной также поклон но только чтобы рука могла пол достать у меня не опускать руку это поясной начальник был детского лагеря основатель его и 45 лет 45 лет чужих детей брал тысячи детей подняли а государства не рубля не дала это мы все сами даже были думать и у меня были там и мусульмане и и кого только не было и баптисты и цыгане и евреи и там даже ним киргизы с аргентины и у нас не было ни одного конфликта мы никого не принуждали по нашему молиться но в конце когда это заканчивается все молились одинаково где дети сами избирает и видят у нас полная свобода была но если мы идем храм а он молится по другому руки склада молись так но только лежать ты не будешь у нас должна быть ответственность перед богом что нас бог сотворил он дал нам жизнь воздух землю и поэтому мы должны быть благодарны день начинать благодарственной молитвой и заканчивать вот каждый день молимся господи пошли миссионеров куда христианам язычникам мусульманам и буддистам слово мусульмане мы в каждой молитве повторяем хорошо игнатий тихонович я смотрю в ю тубе даже вас по телевизору показывали у вас очень много сторонников да россии врагов много и сторонников много но это такая деятельность она обязательно вызывает какое-то противодействие если нас никто не трогает значит никому мы не нужны а если говорю о том что так делать нельзя вот допустим в церкви торгуют у нас ясно дело что на меня попы злятся если мусульманам говорю сейчас они мы стали заходить вот рулетка и там мусульман 90 процентов и раздетая там и все там женщины я говорю вы знаете что суть божий будет и в коране там подробно описано какие муки ждут человека а это все вот это не годится так я говорю почему что не считаешь свою книгу то ты же должен знать если ты называешься но только у тебя четыре жены не хватает зачем ты туда залезть свою жену укутал его невидательно как в мешке сидит у нас такие же женщины а чужой тянешься как жеребец горьких чужой кобыли это нехорошо да и гнат стихович я смотрю вас тоже много людей поддерживает по всей стране ну да есть которые поддерживают которые понимают истину притом такие люди там если вот митрополит служила митрополит но по-нашему сказать это генерал-полковник когда они где-то там бывает у них где-то сообщество встречается перед царем то они вот такой аранжир первый епископ архиепископ митрополит дальше патриарх конечный уже выше нету и гнат тихонович я вот хотел узнать я ходил в церковь когда мне умер тесте я ходил убрать ну там просил все материалы там я увидел что там они за деньги продают это церковь разрешает или нет а что продают ну продавали там лампаду масло значит не в церкви но масло надо лампады надо это должно быть за пределами церковными за пределами ограды церковной а это было внутри не как никак я знаю это все мы с этим боремся а у нас две общины у нас торговли никакой нету там они за крещение за венчание берут у нас нигде ни копейки включена десятина и она все покрывает и на крышу перекрыть и уголь купить у нас деньги не никак с тарелкой не ходят вообще никак а еще у нас там возле церкви есть молочный молот молочный продукт церковные продают возле ограды возле забора тоже не должно быть тогда нет возле церковной ограде там уже не касается там торговля любая может быть ну конечно не табаком но как у какая церковно молоко видишь у коровы есть или что ну я не знаю у них там творог потом сметана понятно откуда берут то кто-то приезжает деревни творог ты не нарастет на аспальте не знаю они наверное берут у кого-то не знаю а если он работает сам почему ему не а то он его питание это его валюта наше мы деревню православную строим наши приезжают каждую неделю но у них свои клиенты знакомые и завозят там что сметану молоко творог иногда сыр варят мясо баранина и бывает и бычка заколят а как жить они на это живут детей учат но это не в церкви сергей пупков навещает вас конечно вот у нас занятия идут вы можете пристать к нашим занятиям я вам сейчас как поговорим я скину они три раза идут по скайпу среда пятница и воскресенье как у вас день прошел сегодня день с богом как мы начинаем и всегда всем 4 40 мы рано утром встаем молимся считаем там слово божие я стою раньше ложусь раньше и стою где-то часа в два ночи и печку истопить дальше разобрать почту в интернете у меня очень большая почта идет каждый день события не записать что было вчера значимое было то служение было я причащался занятия это такое у нас храме здесь и местный митрополит серьги был первый раз а он только что в москве кажется был прилетел на самолете и прям почти сразу к нам а тут у него два диакона по и подиакона то есть их там несколько человек было это все заснято вы только сейчас посмотрите и увидите ну не больше там пяти или сколько роликов после за ним было просто на нашего с первой страницы зайдите только хорошо и он тихончик а вот смотрю тоже вас володя прям такой смышленый парень и работы помогает вам во всем до до такой путь мы имеем еще он помогает вот я надо кричи закричу что-то тут с интернетом запутается остальное утром и готовит это я на я еще ходячий за мной ухаживать не надо я сам могу ходить но он бог здоровья дай бог вам здоровья я считаю что это от господа мы живем мирно все у нас общее такое хорошо что этот никто не мешает вам на обеде пока не мешает а бог его знает ночь прошла слава богу день прошел слава богу не за счет нельзя ручаться и я сегодня смотрел как этот артист был золотухин валерий сергеевич прям мгновенно сгорел за несколько дней опухоль мозга и все а дальше лопнула кровоизлияние человека нет ну мы пока живем от мне 80 лет будет 15 10 июня и я ни одной таблетки еще не съел а меня-то там томили как я пяти тюрьмах отбывал это не просто так и холодильники меня держали еще только не было до все выдержало господь я отбывал у мусульман там казахская ссср джамбульская область город жанатас специально туда направили чтобы меньше моя проповедь касалась людей как раньше я услышал такой иисуса христа распяли за это да за то что он помогал людям ну не за это помазал это его было назначение умереть за грехи людей то есть за то что открывал им правду говорил проповедь а помогал он исцелял и это все есть исцелял и все время проповедовал говорил они его не выносили это он их обличал когда говорил то но не слушали выгод как говорит хорошо это прямо от бога но от бога он тогда взял книгу их раскрыл и давай считать считает порока исаевым а потом говорит вот во времена елисея прокаженных было много в израиле а исцелился только один иностранный военачальник почему пророк илья когда был голод он молитвы нанизил голод три с половиной года не было дождя там страна умирала и в израиле вдов было много но ни одной он не был сказано иди в саре псевдонскую то есть из россии или португалию там тебя прокормят почему и они поняли что в сравнении с язычниками они бога избрана нации выглядит хуже они вот уже схватили чтобы с вершиной горы свергнуть прям мгновенно сразу но он прошел через них ушел и все хорошо ладно игнать тихоныч а вам так можно звонить как не будет нельзя когда я скажу это вы допустим вот я вас не знаю еще ну возьмите для себя через две недели только может быть зайти через две недели я вам сейчас скину кое-что а на скиньте вы не отходите отсюда и какие у вас вопросы вы задавайте сейчас какие вопросы есть духовные там пока никакие вы вы записываете их в принципе то вы должны были задать если бы я был допустим вот в вашем положении то я бы дальше спросил но уже было христианство было известно что христос умер за грехи людей делал добро а почему откровение теперь пошло другую историю 2 миллиарда мусульман чем это вызвано вы могли такой вопрос задать я бы ответил это бич божий за наше беззаконие бич которым пороть нас господь будет вот так думали так не хотели идти проповедовать а вот они пришли перед воротами византии стоят 6 мухаммад умер как называете его пророком умер шестьсот тридцать втором году по нашему лета шестьсот тридцать втором за шесть столетий ни одного проповедника туда не послали а теперь с мечами встретились вот и весь ответ монахи забирали людей хороший за стенами монастырь акцион даст какой они в песок уходили все не давая потомство а мы где проповедуем у нас вот прошлом году приехал человек мусульманин он уверовал во христа принял христа крестился теперь он христианин и и все он услышал если близко знакомые люди то его сердце будет избирать потому что вот был такой писатель щенгиз айтматов у киргиза слышали да да слышу он мусульманин ну и вот он дает интервью литературной газете они говорят у него такой очень знаменитый роман плаха называется плаха на деле ну доска на которой голову рубят а почему у вас главный герой христианин а вы мусульманин он не знаете мухаммад много добра делал но магомед но умер за грехи людей христос простой ответ он умер за наши грехи взял наши грехи на себя и умер и потом может прощать христос не молился прости грехи там остальные все кто бы ни был пророки лжепророки все молились он бог второе лицо троицы так у вас три бога бог один это тайна бог отец бог сын бог дух святой и си три один троица а как это понять никак не понять мы должны только принять им все как понять как из чего бог все сотворил вот начинает курица и леса раньше появилась и не знаю да курица конечно такой-то день господь сказал земля производить птиц и земля сбугрилась птица закудахнул петух за ней и снесли яйцо это бог так сделал библия дает нам ответ на все вопросы какие есть кроме одного когда спросили когда это будет он говорит не ваше дело знать времена и сроки этого никто не знает когда конец миру будет когда последний день земной истории вот так вам сколько лет двадцать девять вы семейный да жена тоже ваша вера ну да как у нее как сказать отец православный ну как-то она пошла так она ходит церковь православная или к вам нет она никуда ничего не ходит никуда но поэтому настоящая христианка она бы вас обращала в свою веру говорила потому что у нас христос умер за наши грехи я молюсь ему и он прощает у нас священники имеет власть отпускать грехи они евреи не мусульмане такой власти не имеют у них и нет такого это все серьезный серьезный вопрос а как же допустим вот мусульманин вот такой-то или кто-то там и он добро делает и как он умрет в аду будет согласно слова божия да но если никогда христе не слышал то бог будет судить его по совести его на совести написано и совесть его то судит то оправдывает потому что первая книга библии появилась 3600 лет назад мы не будем бытие а как же до этого жили а 7 с половиной тысяч на лет сегодня уже совесть а теперь люди с сожженной совестью бессовестная и как себя женщин ведут мужчины и дети вот у нас потерявки кто пасе поселяется он должен соответствовать пятью параметрам первое доказать что не лжу жжет не пьет не курит не матерится не ворует а тогда мы первый разговор будем с ним вести вот так тихом чего вот заметил как вам приезжает кто-то из гостей вы приглашаете их за стол отобедать с вами да да конечно даже не знаю человека а как знать но если не за стол тот бывает кто-то забрел и совсем не никак он не известно зачем мы его все на дорогу снабдили его отвезли на вокзал и все без разрешения никак мы обязаны проверить документы мы на особом учете стоим нас сейчас всегда проверяет власть очень бдительно смотрят при садах когда что да кто-то вроде скрывается но придумывает поэтому мы должны быть бдительны мы сразу записываем данные человека даже приехал епископ наш начальник мы все равно дай паспорт и записали ну так и положим гнат тихноч я тоже раз за вас переживаю в принципе по всей россии вся россия знает где вы находите а вдруг так какие-нибудь бандиты к вам придут или там мало ли всякие вороны бог напрасно бодрствует страж охраняющий если господь не охранит себя не сохранить я где только не был где не ездил был в тюрьмах и господь меня сохранил я в америке много ездил меня вызывали здесь считаю всю европу искали силе и были опасности были иногда угрозы пальцем никто не коснулся бог так делает и мой господь меня защищал таких обстановках где другие падали замертво убивали да господь так делает вот мы там дрались мусульмане там с православными что-то молодежь там ну а со мной идет брат а уже темнялась это воронцовка киргизская киргизия но они там налетели обратно идет со мной мы даже не знали что там драка то а там видимо надо было добить кого-то ну подбежали к нему как далее он сразу в кювет канаву то и ко мне-то обернулся он видит я какой а следующий бежит и думать этого то тоже надо он кричит аксакал эти они меня вот так а вокруг обижали и дальше ну ты же прям уберег вас уберег господь уберег так я иногда неразумно поступаю у меня ученые собаки были большие в уголовном розыске занимался с ними иду а у нас поезда на то есть туда иду и обратно красный свет отойдет и сосы с одной с одного пути на другое ну поезд останавливается начинает грабить и вытаскивает ковры холодильники там а я с собаками я заставил обратно все занести они дали мне обещание что больше не придут сюда грабители они же меня могу бы убить могли ночью то а нет не тронули не тронули а наутро уже милиция у меня дома была они узнали что так кто был я говорю вернули все товары вам не зачем искать они дали сказать слово что не придут а я дал слово что не скажу и все да а это и на тихоныч а чё-то буксу не выкладываете последнее время в интернет виде какие буксы буску буску а буску она за стенкой у меня я показываю иногда могу сходить там сегодня ее снять там у нее два котенка у надежды васильевна через стенку там другой вход но который у меня то я эти показываю все же у меня голуби голуби сегодня голубята вывелись в комнате прямо и одна голубятня на потолке там сверху и в деревне две голубятни у нас статья была в газете губернской на развороте у злого человека голуби не водятся ты куриц можешь держать если злой можешь держать овечек свиней а голуби не будут водиться они передохнут все вам дожидать да имеет они чувствуют а вот я не знаю не могу объяснить но дух святой явился виде голубя это мы видим иногда душа из человека в видимом образе покидала его виде голубки у меня стихотворение есть я написал голубь голубка я с детства люблю вас польза от вас никакой вы беззащитны не клюните клювом об этом особой строкой они они это песнопение положили на музыку у меня стихов 24 тома по 800 страниц каждый том но эти бумажном варианте они не изданы бумажном варианте только 38 книг это можно на нашем ю тубе ввести голубь голубка просто голубь голубка я с детства люблю вас вот в ю тубе зарядите и вам она выдаст голубь голубка я с детства люблю вас это я вам могу скинуть даже название ну все туда расстались вас как звать-то произнесите ладом так ра потом какая вы сейчас напишите мне а я не могу писать здесь у меня лучше скажу вам рамхат 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 рам в в третий в в рамхат а как это переводится на русский язык вот этого не могу сказать не знаю даже а вы узнаете вот я игнатий переводится как неизвестный незнакомый из греческого а с латинского языка огненный это вот так а у меня старший брат самуил означает выпрошены у бога выпрошены именно такие да да именно все переводятся вот владимир это значит владеть миром владеть мир это славянское имя а остальные именно у нас греческие еврейские вот мы говорим иван да мария так оба имени то еврейские иван и мария еврейские имена игнать тихоныч а вот смотрю на володе в интернете в нем столько смирения в холоде прям вы меня еще не знаете просто еще и так сейчас вам скину все давайте отходите во славу божию берегите себя не болейте играть я не болею вообще не болею во славу божию все с богом давайте с богом аллилуйя